Это проект Ставка, я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте! Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Высокоточным оружием ВКС России в районе Полтавки Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригадой территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники. Со средоточенным огневым ударом по боевым позициям 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Лупарева Николаевской области уничтожено более 50 националистов, а также 7 единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники. Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки ДНР уничтожено до 100 националистов, 2 танка и 15 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерии поражены 8 пунктов управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах. Уничтожены 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях и в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовка ДНР пусковая установка зенитного ракетного комплекса БУК-М1 и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 2 взвода украинских реактивных систем залпового огня «ГРАД», 3 взвода орудий «Гиацин-Б», а также 2 взвода «Гаубис-Д-30» на огневых позициях. Российскими средствами ПВО сбиты 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в ДНР, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области. Кроме того, уничтожены в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 8 реактивных снарядов «Хаймерс» в районе Каховки Херсонской области. На северо-востоке Украины российские вооруженные силы поразили цели в Николаевке Черниговской области, Катериновке и Обаде Сумской области. Несколько ракетных ударов нанесено по объектам ВСО в Харькове. Один из прилетов пришелся по складским помещениям в киевском районе города неподалеку от улицы Академика Проскуры. Местные жители сообщили о звуках вторичной детонации боекомплекта после обстрела. В Харьковской области стороны вели артиллерийские дуэли у Слатяно, Питомника, Петровки, Гусаровки, Майспанова, Долины и Мазановки. В Солидарии бойцы 6-го казачьего полка народной милиции ЛНР развивают наступление с территории завода КНАУ в ГИБС вглубь городской застройки. Артиллерия союзных сил ведет огонь по огневым точкам и пребывающим резервам ВСО. Бои также идут в расположенном рядом селе Бахмутское. В сводке украинского генерального штаба сообщается и о наступлении российских войск в Донбассе с охватом Артемовска с юга. Это говорит о том, что союзные силы расширяют плацдарм после освобождения Зайцева к северу от Горловки, что позволяет вклиниться в оборону украинских боевиков по линии Артемов-Старецк. Также есть возможность для продвижения к направлению Константиновки. По позициям и объектам ВСО в районе этого населенного пункта уже активно работает наша артиллерия. На Донецком направлении российские войска нанесли огневое поражение позициям ВСО в Маринке, Авдеевке, Угледаре и Великой Новоселке. После потери Песок ВСО отступили на линию обороны вдоль Донецкой КАД. Идет артиллерийская подготовка к штурму следующего рубежа. Опорные пункты противника уничтожают точными ударами артиллерии. Время от времени ВСО пытаются проникнуть в населенный пункт и зайти в тыл союзным войскам. Недавно удалось пресечь одну из таких попыток прорыва ДРГ с северо-западного направления. По диверсионной группе был нанесен точный минометный удар, в результате которого ликвидированы как минимум 12 бойцов ВСУ. Шаг за шагом республиканские силы берут под контроль Маринку, ставшую за годы оккупации киевским режимом мощным укрепрайоном. Его цитаделью стала жилая застройка. Дома, в том числе многоэтажные, были превращены в ВСУ в опорные пункты, связанные между собой сетью километровых окопов. Несмотря на это, союзные войска успешно проламывают защитный периметр. ВСУ пытаются контратаковать, однако это приводит лишь к гибели личного состава неприятеля. Украинские заградительные отряды расстреливают бойцов, которые пытаются дезертировать или сдаться в плен. Под Угледаром, куда украинское командование вынуждено перебрасывать резервы, темпы продвижения наших подразделений снизились. Однако ВСУ были выбиты с части позиций под Павловкой и Никольским и бежали на следующую линию обороны. На Запорожском направлении ВКС России отработали по целям в районе Ольговского. В то же время российская артиллерия поразила скопление живой силы противника у Дорожнянки и Малой Токмачки. На южном участке фронта стороны вели артиллерийские дуэли у линии соприкосновения, как на Николаевском, так и на Криворожском направлении. Украинский генштаб был вынужден признать потерю населенного пункта благодатной в Николаевской области, что дает возможность российским войскам не только закрепиться на важном рубеже, но и развить успех с наступлением вдоль Ингулецкого канала в направлении областного центра. Одновременно с этим наши силы прижимают противника к окрестностям Николаева из южного направления, со стороны находящейся на берегу Днепровского лимана Александровки в Херсонской области. Покинувшие свои позиции в Солидарии военнослужащие 93-й бригады ВСУ записали обращение к Зеленскому. Как заявил представитель подразделения, читающий текст по бумажке, бойцы оказались в бедственном положении, поскольку у них есть только легкое стрелковое вооружение, с которым невозможно противостоять российской армии. Подразделение несет постоянные потери от ударов артиллерии и авиации России. В то же время поддержка украинской артиллерии отсутствует. При запросе помощи украинские грады ударили прямо по своим же позициям. По словам представителя бригады, убитых и раненых с позиций никто не забирает. Медицинской помощи нет. После обращения к командованию и отказа находиться на передовой, подразделения разоружили и снова отправляют на передовую, пригрозив расстреливать в случае дезертирства. На российских интернет-ресурсах украинским дезертирам советуют в следующий раз бежать в другую сторону, подняв руки. В этом случае их уже никто не отправит на фронт, и они останутся живыми. В украинских медиа активно обсуждают публикацию командира одного из водов 128-й бригады терробороны Андрея Денисенко. Сама бригада была сформирована в Днепропетровской области, а затем в полном составе переброшена на Донбасс. По словам Денисенко, командование разделило бригаду на отдельные батальоны, каждый из которых был отправлен на свой участок фронта. По мнению командира взвода, это связано с тем, что 128-ю бригаду терробороны считают частной армией Корбана, которого Зеленский ранее лишил украинского гражданства. В итоге, как отмечает Денисенко, бойцы его взвода более недели держались на линии фронта, не имея бронетехники, связи, лишенные снабжения с минимальной огневой поддержкой на подножном корме и энтузиазме. Только за сутки было контужено 12 человек. Другие представители бригады также жалуются на рост числа контуженных из-за интенсивного огня с российской стороны. Такие солдаты лишаются боеспособности, но вышестоящее командование не спешит организовывать их вывоз с передовых позиций. В частности, сообщается о критическом положении нескольких подразделений терробороны в Солидаре, где бои идут уже на улицах города. Во вторник синоптическая ситуация на большей части Украины обусловится юго-западной периферии погожего антициклона, что позволит российской армии без ограничений по метеоусловиям наносить эффективные удары по целям ВСУ. На освобожденных территориях Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей будет малооблачно, без осадков, видимость более 10 километров. Ветер у земли, восточных румбов плотный 4,9 метра в секунду порывистый, температура воздуха ночью плюс 16,21, а днем плюс 29,34 градуса. В условиях знойной погоды, обеспечивающей идеальное возгорание надпочвенного покрова, эффективно применение зажигательных и термобарических боеприпасов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники ВСУ, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожение живой силы противника, расположенного на открытой местности или фортификационных сооружениях, использование российских ударных комплексов с оптикоэлектронными, лазерными, телевизионными и радиолокационными командными системами наведения в условиях постепенного улучшения метеоусловий при выполнении боевых задач обеспечит заданную высокую вероятность поражения цели ВСУ. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok